Друзья, всем привет! Сегодня опять распаковка для вас, дорогие зрители. Сегодня очень интересная гитара, редкая. Я поэтому еще с большим удушевлением буду рассказывать, и мы будем для вас снимать. В общем, это инструмент, соответственно, электрогитара. Приехала она, опять же, в Соединенных Штатах Америки, за 3-9 земель, как говорится. В прошлый раз у меня неправильно делали замечание, поаккуратнее с этим ножом не размахивать, потому что он очень острый. Я это запомнил, спасибо за совет. Вообще, ваши советы всячески... Я все комментарии читаю, мы читаем, поэтому пишите комментарии. Это помогает увеличить количество просмотров. Да и вообще общение, как бы, великая вещь, друзья. Давайте друг друга поддерживать и общаться. И вот сегодня будет как раз хороший повод для общения. Очень интересная гитара. Сначала не буду ничего говорить. Открою ее, распакую, а потом уже расскажу подробнее. Да. Пакет с пакетами, как мы любим, да? Ну, коробка с коробками. Уже привычным жестом. Раз. Раз. Гипсон. Да, это гипсон. Вы скажете, фу, опять гипсон. Сколько можно эти гипсоны снимать? Ну, это необычный гипсон. Сейчас мы сами очень хотим удивиться. И надеюсь, что вы тоже удивитесь. Какой-то бархат или велюр. То есть это что-то новенькое. Какой кейс-то? Таких мы не видали. Все, там ничего нету. Да, вот это кейс. Что себе? Такой он, да. Как будто здесь обычно такой толщины кейса. Это у фаербердов там, ну, не знаю. То есть он такой потолще, чем обычный. Даже вот состаривание даже замков есть. И такой прям, как-то бархат или что-то. Ну, все. В общем-то уже. Ну, ладно, давайте. Так, ну, теперь... Так, готовы. Открываем. Да, в общем... Ну, какая легкая. Прям, ну, какая прикольная. Интересно. Вот уже. Очень необычная. В общем, что это за гитара? Есть такой мастер Leo Scala. Scala Guitars. В последние годы очень раскрученный мастер стал. И Ду Колдрич на его гитарах играет. Еще много гитаристов. И... В общем, история такая, что он, конечно, сильно поднялся. В хорошем смысле. И последние годы вот Gibson, он делал для Gibson какие-то заказы гитар. То есть здесь написано Gibson, но по факту, если вы посмотрите на сайте Gibson Custom Shop, вы видите там отдельная страница, Лео Скала, и вот эту серию гитар он для них в этом году делал. То есть что это за гитара? Гитара называется Theodore. То есть Тед Маккарти, полный имен был Theodore, который придумал все формы Les Paul, Farbird, Flying V, Explorer. Оказывается, нашли в Gibson старые чертежи, ну или сделали вид, что нашли, где была вот такая форма. Просто нарисована, да, и не была произведена в те годы 50-60-е. И они как бы решили эту форму ограниченным тиражом выпустить. Сначала они выпустили какое-то количество там в Custom Shop, это в 2000-е годы, этой формы гитары Theodore. Потом ограниченно-серийные выпустили. В общем, в общей сложности там, не знаю, я не помню сколько, но может 500, может 1000 гитар с такой формой Gibson были выпущены. И вот, по-моему, в этом году они поручили, там, ну, Leo Scala, чтобы он сделал 10 инструментов, именно ограниченные в Custom Shop версии, они все разных цветов, все разные раскраски, разные комплектации, только форма одинаковая. И вот как раз это один из этих 10 инструментов. Если зайдете на сайт Gibson Custom Shop, увидите там все эти 10 инструментов, как бы расписаны они. Вот, и давайте сейчас я здесь сделали распечатку сайту, да. Вот видите, вот Leo Scala, Theodore. И, соответственно, Тет Маккарти полное имя было Theodore. И как бы вот в честь его сделали такую ограниченную серию. Вот, собственно, сами эти гитары. Они были совершенно разных. Где-то, а, они все с Bixby, получается. И, кстати, да, все по 90-е с хамбакером. Ну, разных цветов. Разных цветов. Вот это сам Leo Scala, вот этот мастер. Ну, это все можете почитать на сайте Gibson, если интересно. И вот он 10 гитар этих представил. В общем, из спецификации здесь получается, уже интересно, что ольховый корпус и по центру из ореха ореховая вставка. Это не видно, потому что все закрашено. Вот, ну, короче, получается вот здесь кусок ореха, а по бокам ольха уши. А грифы из красного дерева. Индийский палисандровая накладка. Дальше какие-то вот, да, что Leo Scala вручную. Грифы допиливал. И так, скорее всего, мы думаем, что Gibson ему прислали уже готовые корпуса. Склеенные. И просто он, скорее всего, доводил, наверное, финиш руками сам профиль грифа. Красил на свой вкус, состаривал, там еще что-то. То есть, вот, внешне. Скорее всего, я думаю, мы думаем, вряд ли он изначально все эти гитары прям делал. То есть, скорее всего, корпуса с грифами уже были готовы. И вот, если дальше посмотрим. Да, вот Leo Scala Custom покраска. Там грифы. Ну, понятно, что АБР Тюноматик стандартный. Биксби. Да, вот Leo Scala Custom Pickups. То есть, он сам делал датчики. Здесь спецификация написана. Бридж Алника 4. И по 90, да, в жныке. Состаренные фурнитуры. Ну, всякие, да, вот видно, что эти. Bumblebee. В общем, да, вот такой интересный инструмент. Давайте еще поближе посмотрим. Очень легкий вес. Мне кажется, это меньше трех с половиной килограмм. Ну, да, корпус-то не очень толстый, тем более из ольхи. Так интересно сделано, что гриф из красного дерева. И он такой толстый, прям классный. Такой в руке ощущается. Ну, конечно, потрясающее ощущение. Он такой немножко липкий. Толстенький. Ну, и вот фирменная фишка для Leo Scala. У него, его гитары, раньше он как бы как раз его было. Такое опознавательное его лицо. Это, как это, стимпанк стиль называется, да. У него, вот, если посмотрите, Leo Scala гитара, у него вот здесь, там, на Лос-Полах, там, всякие из железа сделаны узоры, там, вставки из железа состарены. То есть, это, я понимаю, стимпанк. Отсылка к стилю стимпанк художественному. И здесь, видите, мы видим бридж, что, видимо, тоже вот в этом стиле выполнен. Ну, и, соответственно, Bixby как раз к месту на гитаре, которая позиционируется как побольше железа, да, на ней. Еще, в принципе, может было бы... А, ну вот, гипсон-надпись тоже такой состаренная, стимпанк. Этот, наверное, его вот автограф, Leo Scala, так понимаю. Классно, конечно. Очень интересно. Так, давайте, а что здесь в этой... О, здесь же еще что-то есть. Ну вот, еще себе... Что это, наверное, духи, наверное. Или маленькая бутылка Джек Дэниелса. Еще нет, кричи. Ого! Ну вот все, ради этого, конечно, стоило. Это же прямо вот из железа. Весит килограмма два вот эта штучка. Получается, это вот, да. И вот, подпись. Мастер артизан, Leo Scala, Retro Line, British Racing Green цвет. Вот это, конечно, круто. Фигася, она еще что на магнитиках, что ли? Да, вот это магнитики маленькие. Смотрите, как она так вот. Опа! Круто. А что с ней делать, интересно? Что-то можно в нее класть, наверное. Круто. Вот так можно вот. И много стоит. Клево. А что, что ли? Блин. Я думал, что что-нибудь там такие ключи там или... Ну да, наверное, вот эта штучка, они посчитали, что достаточно. Ни ключи не надо, ни... Ничего. Ну да, вот это солидно. Так что, друзья, вот такой инструмент. Круто. Сейчас давайте хоть несколько... Обзора какого-то каткового не будет, конечно. Но хотя бы несколько звуков надо извлечь. Так что, до новых встреч. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!